Я вас всех приветствую, 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 как раз. Сегодня наша встреча приворочена к открытию скульптурной композиции, посвященной волейбольной команде «Уралочка». Я сегодня представляю участников нашей встречи. Иван Юрьевич Дубровин, президент Райского центра монументального искусства. Добрый день. У вас сегодня принадлежит меня, именно клаван, архитектор Садовского области. Рады приветствовать. Дмитрий Михайлович, главный художник города Екатеринбурга. Здравствуйте. Иван Юрьевич Дубровин, президент Райского центра монументального искусства. Иван Юрьевич, заставим это долгожданное событие, к которому мы ушли, получается, два года. Мы откроем скульптурную композицию «Уралочки» посвящается. Было у нас у проекта кодовое название, называли мы «Движение вверх». Эта работа появилась не просто так, спонтанно, и не только она была доверена сразу Алексею Чебаненко из города Москвы. Он работает в студии имени Грекова. Началось с того, что мы создали рабочую группу, куда вошел главный архитектор области Вениаминов Владимир Геннадьевич, Евгений Павлович Тетерин, ну и, конечно, наша знаменитая олимпийская чемпионка 1988 года, Валентина Витальевна Агниенко и Надежда Краколь. И мне очень приятно, что все очень быстро включились в работу. Это случилось в начале года, в январе. Буквально в первые дни, когда вся страна вышла из новогодних праздников, мы провели, да, Евгений Павлович, первое совещание наше и определили, разработали план действий, что нам нужен обязательно федеральный конкурс, но при этом он должен быть негласный, чтобы Николай Васильевич об этом не знал. Потому что до сих пор Николай Васильевич готовую работу еще не видел. Это сюрприз. Вы скажете, ну как так, столько много информационных поводов, наверное, он в любом случае уже увидел. Нет, Николай Васильевич, он постоянно на тренировках, и это человек, который не отслеживает СМИ, он полностью растворен именно своей теме в волейболе. И я очень рад, что очень быстро откликнулись люди с разных регионов. То есть с Москвы было две команды, это как раз Алексей Дмитриевич Чебаненко, потом, значит, был Игорь Игорский с Константином Кулышкиным, это тоже очень известные авторы, которые делали в Севастополе памятник Екатерины, восстанавливали, которые участвовали в создании памятников около Министерства обороны. То есть такие, знаете, серьезные величины. Потом от Екатеринбурга участвовал у нас скульптор Владимир Срещиков, потом из Краснодара, значит, был Игорь Васильевич Масиелев, и из Перми был Алексей Львович Залозаев. Это тоже очень известный скульптор, который, ну, можно сказать, на сегодняшний день в Пермском крае является главным скульптором, такие работы, как памятник Мешкова и так далее. Вот. Мы дали всем одинаковое техническое задание и сказали, что у вас есть ровно две недели, потому что мы хотели, чтобы это было такое решение, знаете, не то, что ты ходишь, долго вынашиваешь, и что у них в душе родилось на эту тему. Вот. Мы главную фразу сказали – движение вверх. Нам нужно было создать ощущение полета, что Николай Васильевич умеет достучаться до каждого своего игрока, до своей воспитанницы, не как тренер, а как педагог, чтобы они услышали его. И они должны прыгнуть выше головы. И как это очень сложно сделать было в скульптуре. Не только технически. Потому что если вы придете на открытие, а вы, надеюсь, придете, вы увидите, что трехметровая скульптура, которая весит 900 килограмм, на высоте 6,5 метров, она как будто кто-то сказал «замри». И она вот там находится в таком состоянии. Очень… да. И возникает вопрос, а как она там держится? Что мы сделали? Мы наняли очень хорошего конструктора в Москве, заключили с ними договоры, и для нас была изготовлена специальная техническая документация именно внутреннего каркаса. Вот. Потом, когда мы все вместе встретились, посмотрели все эскизы, мы, Женя, скажем так, и Владимир Ильич очень быстро пришли как-то к единому мнению, проголосовали, что вот скульптура Алексея Чабаненко, она больше всех выражает, именно отражает то техническое задание, которое мы как бы вот задали, вот именно движением вверх. И возник вопрос с финансированием. Но так как вот есть такой уникальный сертификат, вот как раз два года назад, когда был юбилей Уралочки на 50-летие, там присутствовала Нейна Восифовна Ельцина, и для меня очень символично, что завтра она будет именно она открывать. Потому что этот сертификат я обручил Николаю Васильевичу. Потому что у меня была мечта. Мечта сказать спасибо великому тренеру. И сделать это нужно было, ну как бы, мое внутреннее понимание. Именно сейчас, когда был юбилей Уралочки 50 лет. Когда Николай Васильевич продолжает тренировать этот клуб, и он неизменный для него. И у нас это с Божьей помощью, у нас это получилось. Потому что завтра это состоится легендарное событие. И все те люди, которые будут приезжать в Екатеринбург на разные мероприятия, вы знаете, на сегодняшний день Екатеринбург стал таким уже международным центром. Недавно у нас по боксу вот это крупное мероприятие проводилось. Открытие было как раз в гифсе. Все будут приезжать и видеть действительно момент игры, эту скульптурную композицию. И понимать, что мы законодатели мод. Сколько всего выиграл Николай Васильевич? Он самый титулованный тренер в мире. Не выиграл до сих пор никто. Я думаю, повторить его достижения в ближайшие 20-30 лет, скорее всего, и не удастся. Еще откроем маленькие такие тайны. Завтра вы увидите совершенно уникальное решение. Мы сделали, взяли в музей оригинальные медали всех Олимпиад, где участвовал Николай Васильевич. А при его непосредственном участии было завоевано, как вы знаете, 2 золота и 3 серебра, 5 олимпийских медалей. Мы полностью сделали точные копии, сделали их в масштабе, покрыли чистым золотом и чистым серебром. И они вмонтированы в постамент. И вот вы приедете, и просто каждый человек сможет ощутить этот трепет, дань нашего уважения к этому легендарному тренеру и к этому легендарному клубу. А сейчас слово я своим коллегам расскажу. Спасибо, Евгений Павлович, пожалуйста. Здравствуйте, еще раз. Я думаю, что это не только для города и Катеринбурга, и для России, это, наверное, для всего мира. Потому что я с вами занялся и с друзьями, и с коллегами из Франции, из Германии. Все отслеживают, во-первых, как быстро, как было все согласованно сделано. Это, конечно, большое спасибо. Евгений Михайлович, в том числе, он один из первых откликнулся и подключился к этой работе. И мы рассмотрели площадку, в площадке были предложены разные места, но архитектурная составляющая показала, что он именно должен стоять здесь. И он вписался в весь ансамбль, он как будто и было предусмотрено сразу там стоять, и он должен там находиться. И, опять-таки, мы открываем вот этот памятник не завтра, а не просто какому-то часу, а критик чемпионов. И приезжает весь мир на игры. И завтра будет состояться как раз после открытия легендарная встреча, и бой будет настоящий между Россией и Америкой. И наши спортсмены, это наш подарок и поддержка как раз команде, чтобы она выступила отлично и показала уровень выступов своего мастерства, как она может. Еще раз хотел бы сказать спасибо, что быстро отреагировал город, отреагировал Министерство спорта, подключились, и где можно было сделать, и с документацией у нас сделано на высшем уровне. Еще раз поздравляю всех с наступающим праздником, с завтрашним открытием. Я думаю, что это не последняя такая скульптурная композиция, которая будет подарена нашей области, нашему городу, любимым парадонам. И всем только вперед, всем наверх. Спасибо, Владимир Иванович, пожалуйста. Ну, мне пришлось выполнить две роли во время создания этого монумента. Первое, как уже было сказано, меня включили в рабочую группу по отбору вариантов решения пластического, ну, данного момента, в конце концов, что было сделано. Ну и второе, здесь, наверное, моя роль была, наверное, как главного архитектора области, но вторая часть, она уже была, роль не главного архитектора, это точно, а просто архитектора, который, ну, наверное, кое-что умеет делать. Поэтому меня, так сказать, попросили продолжить работу в качестве автора этого монумента. Я здесь, видимо, сейчас рассказываю о творческом процессе, вот, в первене двух летел, Гильз, господи, Чеванинка и все, и меня, как автора размещения монумента, карбановки постамента и всех вопросов, которые возникают по ходу, так сказать, процесса. Ну, первое, что хочу сказать в этой части, у нас с Алексеем Чеванинка сложилось абсолютное взаимопонимание, нам надо было, собственно говоря, общий сад для того, чтобы понять, что хочет он, как скульптор, и что предлагает архитектор, который предлагает разместить его решение пластическое в совершенно конкретном месте, в совершенно конкретной компоновке, которая продолжает, но другие пластические решения. Рассказывать, так сказать, на пальцах, описывать пластическое решение архитектурное, наверное, дело неблагодарное, наверное, это будет уже, так сказать, оценено зрителями на местности. Поэтому я всех приглашаю завтра и надеюсь, что наша работа, она будет оценена положительно, как минимум. Поэтому, наверное, на этом все. Всех до завтра. А вот и не все. Раз уж вы сказали, что вы соавтор, у меня вопрос, как у персонажа фигма «Электроник», где все-таки у него кнопка, как же она все-таки держится в воздухе. Вот я и вам попыталась вывести на ответ на этот вопрос, но так вот, фронтехничный, ну, как она держится. А внизу никаких фиксаций нет. Вопрос ко мне, видимо, остается. Ну, я могу точно отвечать за фундамент этого сооружения. Фундамент сделал прочный и в соответствии со всеми нормами проектирования. Вопрос внутреннего, так сказать, внутренней структуры отливки, он достаточно, ну, он не такой, скажем так, сложный, как это кажется. На самом деле, оболочка бронзовая, она достаточно самонесущая. Есть вопрос сочленения фундамента с отливкой, так сказать. Потому что, действительно, у скульптуры в данной компоновке очень большой момент наопрокидывания, скажем, профессиональным языком. Поэтому необходимо было укрепить надежно внутренний каркас и лить с анатурным каркасом по стаменту. Я сейчас иду, наверное, в терминологию, но сварочные швы, которые там существуют, и самоналичные в камне, они гарантированно выдержат, конечно, любые нагрузки. На века. На века. На слово, так сказать. Да. Вмитрий Михайлович, пожалуйста. Добрый день. Со стороны города мы были как раз сразу поучаствовать и с обостровательной структурной композиции. Во-первых, это уникальная структурная композиция. Это, скажем так, шеф-пилот в нашем городе. Это распространственное, высокого уровня, высокого уровня не просто в нашем городе, да, это как бы уровень, ну, скажем так, мировой уровень. И хотелось бы, конечно, побольше именно вот такого уровня раскульптурный композиции в нашем городе. Ну, и, соответственно, еще второй элемент – это идентичность нашего города. То есть Уралочка – это как раз олицетворение Урала, это олицетворение города Екатеринбурга. И представлять как раз вот те вещи, которым мы гордимся, которые прославляют Урал – это неправильные вещи. И, соответственно, мы, конечно, поддерживаем этот идентичный пилот. Спасибо, Иван Георгиевич. Управился еще про выставку парцов? Да, я хотел сказать еще не про выставку, а добавить. Большое спасибо Дмитрию Михайловичу. Спасибо нашему мэру за то, что тоже в кратчайшие сроки к нам пошли на встречу. И все согласовали. Потому что времени, вы понимаете, мы за три месяца, три месяца работы, сделали то, что делается годами. Я вам просто приведу простой пример. Когда создавался памятник Петру в Питере, знаменитый медный садик, да? Екатерина писала «Фолькане». Ну, когда уже мы его поставим? Уже 15-й год идет, мы его до сих пор не установили. Он писал, что все запомнят не дату открытия, а в чьем правлении сделано. И действительно, на сегодняшний день этот памятник входит к городу лучших мировых памятников. Но сейчас мы говорим, вот я к вам, как к журналистам, ко всем обращаюсь. Мы не говорим слово «памятник», заметьте, сказал. Мы создали, создали всей нашей командой именно скульптурную композицию. Это не как полю, вот, то есть отдельно что-то мы создавали, бюст поставили, еще что-то, как при жизни героям ставят, да? А мы создали скульптурную композицию, где Николай Васильевич, как часть этой композиции, вот, но это не только ему, да? То есть именно скульптурная композиция, даже федеральные СМИ добавляют слово «памятник». Мне оно категорически не нравится, я считаю, что это неправильно. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что аналогов в мире на сегодняшний день, если вы просто как журналисты посмотрите, нет. И то, что Дмитрий Михайлович сказал, когда я в этом видео просто монтажа скинул, он сказал, что на сегодняшний день Екатеринбург задал определенный тон. Есть в Белграде на волейбольную тему скульптурная композиция, но то, что сделали мы, такого решения никто еще не сделал. Она технически, во-первых, сложная, а во-вторых, она полностью отображает суть, что мы хотели показать. Я хотел сказать о выставке, которая сегодня была смонтирована. Я благодарен Сереже Пикассо, Сергею Григорьеву, это человек, очень известный в нашем городе, он лауреат губернаторской премии. Я благодарен за то, что он находил время и приезжал. С самого начала, то есть летопись такой вели, и это вот такой проект, который мы назвали... Сергей, как начало этого названия? Мы назвали это рождение легенды. Как это все рождалось? Все началось с рабочей модели. Я потом эти снимки вам могу отдать на память. И, Сергей, каждый этап, когда мы уже отливали, когда мы переводили в гипс, когда появились уникальные снимки, где можно посмотреть, что рождение такой работы, мы сейчас ее видим, такую монолитную, красивую. На самом деле это громадный труд, и я хочу сказать громадное спасибо моему коллективу, Литейной Морисской Дуброве, директором которого я являюсь, за то, что они самоотверженно, как войну пахали все это время и создавали. Все на своем участке. Алексей Дмитриевич Чабаненко свою творческую часть вел, Владимир Геннадьевич Вениаминов, делал чертежи, не просто, знаете, вот взяли что-то, нарисовали и приехали, начали строить. Мы начали с того, что мы приехали туда, все разобрали и посмотрели, какой, на чем вообще, к чему нам привязаться по бетону, к основанию. То есть был подход серьезный, такой, чтобы действительно, это вот нас с вами не будет, это произведение будут смотреть наши дети, внуки, правнуки. Я вам при всех официально даю гарантию на эту работу 300 лет. 300 лет мы будем ходить и любоваться этой работой. И заключение от себя. Как Евгений Павлович сказал, это не последний проект. И я вам такую дам, может быть, тайну или не тайну даже, что буквально к началу сезона, когда вот наш автомобилист родной играть, вы увидите новую скультурную композицию, которая тоже поменяет ваше мировоззрение. Она уже в работе, и это будет тоже подарок Екатеринбургу в честь 300-летия, потому что она приближается. И пускай таких проектов будет больше. И еще, вы должны отметить обязательно, что такие работы, они не появляются просто так. Вопрос финансов, вы понимаете, что это дорогой проект. На Руси так повелось, что скультурной композиции, памятники, раньше создавались на народные деньги. И я благодарен, что вот эта народная любовь к Николаю Васильевичу, к нашему Ралочке, она и здесь выплеснулась, потому что очень быстро мы нашли отклик от тысячи людей, которые по-разному кто-то отдавал от себя, может быть, последние. Но это не говорит, что он меньше, больше. И вот на народные деньги мы его построили. Спасибо. Спасибо большое. Но через 300 лет, значит, здесь встречаемся, на блесной конференции и проверяем качество композиции. Вопросы переходим к Казанатасу. Иван Юрьевич, несколько уточняющих вопросов по вашему выступлению. Сначала про народные деньги. То есть, я правильно понимаю, полностью на народные деньги и окончательную сумму, вот вы сертификат показывали, 500 тысяч? Нет, не окончательная сумму. Вот смотрите, чтобы вы правильно меня услышали. Да, чтобы пытались слушать тебя финансирование. Когда был день рождения у Ралочки, ему склонность 50 лет, у меня родилась идея. Почему бы нам, Николаю Васильевичу и знаменитой у Ралочки, в горы не поставить скульптурную композицию, да, около Дивса? Я к себе лично, с моим папой, сделал такой сертификат, пришел на юбилей, и сказал, Николай Васильевич, вот это первые деньги, которые будут в нашей копилке. Это первый момент. Второй момент. Сколько стоит скульптурная композиция, я думаю, мы не будем это измерять в деньгах, потому что я считаю, что это некорректно. Даже если Николай Васильевич это услышит. Потому что народную любовь в деньгах мы не можем измерить. Но люди, я еще раз говорю, это не 10, не 15, не 20 человек, это тысячи людей, которые нам приносили деньги на реализацию данного проекта. Но измеряется это все в миллионах. Вы такой интересный... Сначала вам следующее сблокировали. Интересные детали озвучили про то, что точные копии медалей вмонтированы по стаменту. Вот здесь на фотографии не видно. Да, понятно, но не могли бы на словах объяснить, что из себя это все представляет. И в какой момент вы заранее задумывались так, или в процессе родилась идея? Нет, это в процессе все родилось, это идея как раз Владимир Геннадьевича и Нигнал. Вот, и все очень просто. Мы взяли, попросили у Валентины Виталийенко и ее медаль олимпийского 87-го года, золотую. Мы попросили медаль 80-го года у девчонок, кто в 80-м году играл. Мы собрали все пять медалей. С них мы сняли, отсканировали их и сделали увеличенные модели согласно всей работы. То есть мы их адаптировали. Сделали увеличенную модель, но при этом идентичную оригиналу. Отлили их в бронзе и покрыли чистым золотом 750-й пробы и серебром 3-9-й. То есть это гальваническим путем. Есть специализированная, зарегистрированная, оплубированная мастерская, которая этим занимается, ювелирными сплавами всем. Мы с ними заключили договор и дали, чтобы мы не хотели, понимаете, просто покрасить под золото. И выпуская на этом будет. Потому что хочется все делать действительно идентично оригиналу. И только тогда вот люди придут и ощущают эту энергию. И позвольте еще один вопрос. У нас выставка, правильно понимаю, это фото-выставка? Это фото-выставка, которая сегодня была смонтирована в Министерстве культуры. За что большое спасибо Светлане Николаевне Мучайкине, министр культуры Саргловской области. Она уже не первая, она уже третья. Все началось с масок, с корма, эрста неизвестного. Сначала это был фотопроект. И сейчас как раз появился фотопроект по воралочке. И еще. Интересно, что когда мы создавали работу, на протяжении не только нас Пикассо делал фоторепортажи. Это тоже такой маленький секрет. Мы постоянно снимали видео. То есть отдельно мы пригласили... Очень известный у нас есть такой человек в городе Горингород. Горингород, да? Вы все прекрасно знаете. Парни фимюзик? Горингород. И он пошел нам навстречу, дал нам людей, и мы снимаем фильм, который будет смонтирован. И мы хотим сделать большой показ, как рождалась легенда. Это будет замечательно. И еще момент. Сегодня была пресс-конференция по Лиге Наций. Я зашел... Было все в хаяте. Зашел в дом книги. Говорю, хочу про Краполя книгу купить. Нет книги про Краполя. Уралочки. Нет книги про Краполя. Я вот всем даю наводку. Можете написать, что скульптурная композиция уралочки посещается появилась. Завтра откроем. Пускай еще и появятся книги Николая Васильевича. Потому что такие люди достойны, чтобы другие читали и к этому стремились. Спасибо. Вопросы еще. Есть ли? Против, присканчивая. Иван Юрьевич, кого пригласили на завтрашнее открытие, на церемонию открытия? Кто приглашил? Ну, чтобы я не забивал весь эфир, я думаю, расскажут лучше. Евгений Павлович, и все. Значит, у нас не частное заведение, чтобы кого-то приглашали. Я не знаю, что я сейчас... Я сейчас к тому, что, во-первых, приехало очень много спортивных команд, которые будут присутствовать на данном мероприятии. Естественно, будет область и город. Также, я знаю, у меня приезжают друзья, есть знакомые спортсмены из Германии, Голландии, Франции, которые будут присутствовать. И именно так, только для присутствия на открытии. Потому что для них это очень интересно и знаково. Также прилетают и московские гости, и Санкт-Петербург. Я думаю, что народу будет очень много. А если всех озвучивать, чтобы кого-то не назвать, и чтобы облить не было, я вот так вот просто... Но самое главное, что я добавлю, самое главное будет, как я уже говорил, на Инне Войсона Ельцина, самое главное будет Эдуард Агарькович Росиник, за что я тоже им очень признателен, что он уделит свое время и именно прилетает на открытие. Соответственно, будет обязательно Николай Васильевич Карполь, будет губернатор Северской области, Сергей Иванович Куйбышев, будет команды, мэр будет? Губернатора нету, но он знает, что открыть, и если получится так, то он прибудет, но вы не знаете, не могу прорвать, представляете, в Теревской области. Ну, это министр спорта, соответственно, Леонид Ароныч, он сейчас сегодня болеет, он извиняется, сегодня не смог приехать на блеск-конференцию. Ну, в любом случае, встану не приду, даже если мы не прошли. Ну, самое главное, чтобы все пришли, вы, люди, потому что, опять же, народная любовь, она должна измериться тем, что я вот просто буду счастлив, потому что завтра просто берется вся площадь перед Дивцом, очень много людей, и мы вот эту энергию ощутим открытие, и запомним этот день и это событие на всю жизнь, это станет очень ярким и знаковым событием не только в городе, не только в области, не только в России, но и в мире. Я надеюсь, что завтра все федеральные СМИ, я очень надеюсь, чтобы обязательно это покажут, потому что у нас не так много хороших таких мероприятий, добрых, значимых, которые нужно именно показывать. Так что я надеюсь, что завтра на Первый канал и на все федеральные СМИ. У нас также завтра приезжают, для молодежи, это спортивные команды, военно-патриотические клубы, юная армия, по крайней мере, будут директированы к представителям. Мы понимаем, что площадь не так велика, сколько мы могли бы собрать, мы бы там не один десяток, наверное, тысячи народов могли бы сделать, при желании, но мы стараемся, чтобы представители присутствовали, но чтобы было удобно присутствовать на открытии, не где-то стоять тепло метро и смотреть за 500 метров, что происходит, чтобы было это компактно, удобно, и после открытия все поплыли в зал, посмотреть, конечно, Лигу чемпионов, как будет игра Россия-Америка. Огромное спасибо. Когда есть вопросы, еще дай этот вопрос. Здравствуйте, меня зовут Диана, а потом моменты. Большое спасибо, что вы нас сегодня здесь собрали, и действительно, на наших глазах рождается легенда. У меня такой больше в целом вопрос, пользуясь случаем. У нас вообще, в принципе, тема установки скульптур, памятников такая достаточно, ну, непростая для Екатеринбурга, потому что всегда сталкиваются общественные мнения, сталкиваются и какие-то решения. Скажите, пожалуйста, вообще, у меня, наверное, вопрос большой к Владимиру, к Дмитрию. Кто все-таки принимает судьбоносное решение, ставит там тот именный памятник или нет? И есть ли какая-то стратегическая программа по установке, вообще, в целом, по Екатеринбургу? Спасибо. Добрый день. Спасибо вам за вопрос. Действительно, в городе Екатеринбурге ситуация была, ну, достаточно отсутствовала, но мы ее решили. На сегодняшний момент все создан совет по общественным или значимым расставкам, которые рассматривают в свою очередь в том числе и магнитальное искусство. Туда входят как раз именно профессионалы-специалисты, которые рассматривают все предложения со всех сторон, соответственно, есть историческое справа подоплевки и так далее, хвостная составляющая любая артиктура. Все это анализируется и принимается решение. Почетливо. Спасибо. Так, Владимир Юрьевич, дополнение? Да нет, ну, наверное, небольшой комментарий все-таки нужен. Вот эта проблема возникает, ну, я, так сказать, попробую сформулировать от недостаточного профессионализма. Только не поймите, так сказать, меня приватно, что я пытаюсь, так сказать, свою роль здесь преувеличить. Но действительно, проблема грамотного вписывания на уме в существующий городской контекст это на самом деле непростая проблема сама по себе, так сказать, как бы, да? Вот в первой части выступления я так сказал, что сложно описывать то, что сделано в искусстве словами, так же, да? Но, тем не менее, в целом, проблема, она понятна и формулируема на самом деле. Если скульптор, в данном случае, архитектор, понимает друг друга в смысле драматургии произведения, будем высоко и правильно изъясняться, и контекста его установки в городскую среду, то тогда результат практически гарантирован. Вот эти несколько составляющих, если они соблюдаются в процессе разработки или творчества, то тогда, в общем-то, профессиональный уровень, он, ну, как правило, будем говорить, обеспечивается. я хотел бы еще сделать маленькое отступление от этого вопроса, вот мы сделали и выпустили уже больше десятка этих моментов по городу Свердловску, по Екатеринбургу, нам ни разу не было отказано. Во-первых, правильный подход, профессионализм и согласование. И если взять на сегодняшний день, мы оперативно проверили и народное служение, и если посмотреть статистики, 86% за, если я не помню, извиняюсь, 10% сомневаются и остатки там, не знают, нужны или не нужны, не знают, что за команды вырадыши. То есть это как раз сделали тот запрос специальный на первое время и еще раз повторюсь, мы не стараемся где-то что-то вонкнуть, а именно вписать. И чтобы она была конечно, красива и она несла за собой историю. И у нас достаточно много сделанных будет еще сделано и нас город поддерживает и, знаете, моментально включается в работу. Давайте не здесь, давайте вот так, а давайте здесь вот так вот развернем буквально на 10 градусов и правда они как профессионалы знают, как лучше это сделать. Ну а мы как техники знаем, как это нужно воплотить в жизнь. Еще раз говорю, без города у нас это не получилось и без понимания города. И, ну ты, конечно, мы в полном содействии и нам всегда помогает и самое главное как профессионал высокой буквы нам помогает сделать определенные вещи. Я думаю, что мы будем продолжать это уже в жизни. согласованием с города, согласованием с областей, согласованием с мировым сообществом, которые на нас равнялись, смотрели и тянулись. Еще раз повторить, 4 тонны, чтобы летело в воздухе, не каждому это удается. А здесь у нас она живая, как стоп-канер. И когда делались, не было предложение сделать лица наших спортсменок, но внутрь было принято решение никого не укричивать, чтобы не было опида. И мы сделали это как раз молодым подрастающим поколением, может быть, лет через 10, 15, 20, увидим как раз собственного нового лица новое выисвеченное лодочко, которое будет защищать новые достижения. Так что самое главное это тандем и понимание всех структур. Из-за этого тогда и будут получаться. Я добавлю, если бы это был коммерческий заказ, я думаю, у нас ничего не получилось. Потому что эта история не про деньги. Это история рождения в душе, в первую очередь понимания то, что это надо, то, что президент нам сказал скрепы. Мы эти скрепы ищем как поль, уралочка для нас, для всех с вами это такие же скрепы, мы их находим с вами. И нужно в том же духе продолжать не пытаться открывать какие-то себе коммерческие заказы, деньги зарабатывали. Сейчас не то время. Сейчас нужно заниматься тем, чтобы всем нам в душе, чтобы все у нас чисто было и нам было на кого равняться. Такие люди в Севдловской области очень много. Дураков. Можно перечислять, знаете, Кутергин, можно вот так только пальцы загибать. Работы у нас с вами непаханное поле. Мы не можем только все на плечи губернатора, мэра переложить. Нужно каждый день себя просто, как барон Михайлович говорил, поднимать, идти и шевелиться, искать варианты, они всегда есть. Самое главное, я всегда говорю, нужна цель. И наша рабочая группа, которая у нас как костяк уже сформировалась, для нас нет невыполнимых задач. Прекрасный финал пресс-конферсии и предлагаю еще раз напомнить, где, когда, во сколько встречаемся. 18 июня в 17.00 сбор гостей, в 17.30 торжественное открытие, дворец игровых видов спорта, Олимпийская набережная 3. 3. 4.